За счет чего развивается наша цивилизация? Что является топливом роста? То есть технически мы понимаем, как это работает. У нас за сотни лет накопилась какая-то сумма технологий, благодаря которым мы в конечном счете научились делать очень сложные штуки, такие как самолет, компьютеры, машины, фармацевтика и так далее. Технически понятно. Но почему это происходит? Что заставляет все это кого-то производить? Никто ничего не будет делать просто так. Должна быть какая-то мотивация. И основная мотивация это жить лучше, чем остальные. То есть производитель делает самолеты, машины, компьютеры, антибиотики, для того, чтобы их продать потребителю, заработать на этом денег и жить лучше, чем остальные хомо-сапиенсы. Но это мотивация производителя. Понятно. Но ему же нужно как-то на этом заработать. И почему раньше на этом заработать было нельзя или меньше, а сейчас заработать можно много и все к этому стремятся. Все эти самолеты, компьютеры, машины – это что такое? Это спрос. Из-за того, что мне нужен новый телефон, новая машина, новая шмотка, это дает возможность кому-то произвести все эти штуки, заработать на этом денег и занять более высокий социальный статус нашей иерархии хомо-сапиенсов. То есть спрос является драйвером, который заставляет развиваться все вот эти новые технологии. Ведь если я хочу что-то произвести, я же не по доброте душевно это хочу произвести, я хочу на этом денег заработать. А мне, чтобы сделать что-то новое, новый телефон, новую машину, мне нужно вложить кучу инвестиций, причем многие из них рискованные, и я могу деньги не вернуть. Что меня заставляет вкладывать деньги в рискованные проекты? Возможность заработать, возможность удовлетворить спрос и заработать денег. То есть нужен спрос, нужны люди, которые будут все вот эти вот штуки покупать. Так что является драйвером? Получается, драйвером являются люди. Чем больше людей, тем больше им нужно самолетов, машин, антибиотиков и так далее. Это является драйвером, такой спрос из-за количества людей является драйвером роста нашей цивилизации, что мы развиваем все вот эти технологии, потому что людям это нужно, на это есть спрос. Как бы, чем больше людей, тем более развиты технологии. То есть люди в начале технологии потом. Но что тут является курицей, а что тут является яйцом? Потому что мы, например, знаем, что появление новых технологий стимулирует большее количество рождений, большее количество людей. То есть когда у нас 2-3 века назад появилась новая технология, новые лекарства, понятие о гигиене, понятие о современной медицине, когда у нас появились новые антибиотики, все это значительно повысило рождаемость, и людей стало существенно больше из-за технологий. То есть технологии привели к увеличению людей. А с другой стороны мы понимаем, что чем больше людей, тем больше стимулируется развитие технологий для того, чтобы на этом заработать денег. Получается, что плюс на минус, минус на плюс, и вот они и погасились. А что же является тогда основным драйвером? Что же на самом деле стимулирует развитие цивилизации? Если мы задумаемся, то мы поймем, что желание обогащения, свободный рынок стимулирует отдельных индивидуумов в нашем обществе стремиться удовлетворить спрос, удовлетворить, закрыть какую-то боль в обществе и на этом заработать денег. То есть он не думает, условно Генри Форд, он не думает о том, чтобы все хорошо жили, чтобы всем хорошо было перемещаться на его автомобиле. Он думает о том, что как мне стать миллионером. Вот если я буду продавать эти штуки, на них будет большой спрос, и он создает эти штуки, вкладывает в это деньги. И вот у нас появились новые технологии, у нас появились... Наша цивилизация развивается из-за вот таких вот эгоистов, которые хотят заработать путем решения чьих-то проблем. Но почему такое ускорение роста происходит там последние несколько веков? Почему раньше этого не было? Что раньше не было спроса? Ну получается, что так. То есть если раньше никто не удовлетворял избыточный спрос, значит его просто не было. И если подумать, то так оно действительно и было, потому что на протяжении многих-многих веков население планеты практически не менялось. То есть уровень потребления и спрос, соответственно, тоже не менялся. Потому что если в каком-то городе постоянно живет 10 тысяч человек, этим 10 тысячам человек нужно постоянно определенный объем хлеба. И по большому счету всем этим людям нужен определенный объем денег. Почему? Ну, чтобы купить соответствующий объем хлеба. Может ли увеличиться объем хлеба? Может, но если вы там, допустим, откроете условную пекарню в этом городе, то вы начнете, это будет игра с нулевой суммой. То есть вы начнете отбирать клиентов у старого пекаря. И будет конфликт. То есть больше хлеба вы все равно в этом городе не продадите, потому что там одно и то же потребление, один и тот же спрос, потому что одно и то же количество людей. Но если вы откроете какую-то свою пекарню, то, соответственно, у вас будет конфликт со старым пекарем. И ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому в религиях долгое время стигматизировалось желание обогащаться, желание зарабатывать деньги. Потому что в системе, которая существует в нулевой сумме, пирог когда не растет, твой доход автоматически обозначает потеря у кого-то. И это конфликт. А чтобы общество развивалось, конфликт не очень хорошо. Потому что будем друг друга убивать. И поэтому во всех основных религиях есть этот момент, что типа не стремись к богатству, не стремись к развитию, потому что в той старой системе развитие невозможно. И вот несколько веков назад это поменялось. И возник спрос. А если задуматься, это прям вообще непонятная история. Ведь представьте, вот у вас нет денег, вы хотите открыть какое-то предприятие, завод. Что-то вы хотите открыть, чтобы заработать денег. Так вам, чтобы что-то открыть, заработать денег, вам что нужно? Чтобы открыть завод, вам нужны деньги. Пекарню вы хотите открыть, вам нужны деньги. Инвестиции вам нужны. А кто вам даст инвестицию в системе с нулевой суммой? Какой смысл вам давать деньги в долг, если эта система не растет? То есть в ней как есть 10 тысяч людей, так и есть. Они как едят какое-то количество хлеба, так и едят. То, что вы создадите вторую пекарню, они от этого больше есть не станут. Но если там будет две пекарни, а не одна, то, соответственно, доход каждый будет в два раза меньше. Это хорошая инвестиция? Как вы мне деньги вернете? А еще, типа, вы там поссоритесь с пекарем, и будет вообще беда. И в такой системе вы и денег нигде не можете взять, чтобы открыть свой завод, фирму, пекарню, потому что веками это невозможно. Система не меняется, не растет. Соответственно, в этой системе одно и то же количество денег. Нет лишних денег для того, чтобы расти. Нет инвестиций. Одно и то же потребление, один и тот же спрос. И эта система не может расти. И мы в такой цивилизации существовали тысячами лет. Пока, несколько веков назад, что-то не произошло. Что произошло? Ну, то есть, мы знаем сейчас точно, что у нас поменялся спрос и потребление. Мы это видим в циферках. Мы даже примерно знаем, сколько, где, в каких странах растет экономика каждый год. Мы знаем, что в Штатах, к примеру, за последние сто лет, средняя цифра, там, 7%. Средняя температура по больнице, 7% их пирог растет каждый год. Мы знаем, что в развивающихся странах, таких, как вот раньше в России и в Китае, раньше, 10-20% в год можно было ожидать. То есть, мы видим, что пирог растет. Тот пирог, который сотнями лет не растет, не рос в прошлом. А что же послужило? Ну, мы же знаем, из-за чего растет пирог. Пирог растет, когда есть спрос. А чтобы был спрос, должно быть соответствующее предложение. А чтобы было предложение, должны быть инвестиции, должен быть спрос. Понимаете, какой-то замкнутый, замкнутый круг. Мне, чтобы что-то создать, чтобы это продать, нужны инвестиции, нужны деньги. А лишних денег в этой системе нет, потому что она замкнута. Спрос равен предложению, количество денег всегда одно и то же. Как из этого выбраться? То есть, мне нужны деньги, которых нет. Для того, чтобы вырваться из этого порочного круга, мне нужны деньги, которых не существует. Только тогда, на эти не существуют деньги, я смогу построить нечто, что создать какие-то товары. Опять-таки, как они эти избыточные товары будут потреблять, если у них нет денег? То есть, мне нужны деньги в эту систему. То есть, мне деньги тут выступают, знаете, каким-то стероидом, который ты добавляешь в систему, чтобы она начала расти. Но не простые деньги, которых нет. И что это? Это, ребята, кредит. Это деньги, которых не существует. То есть, несколько веков назад человечество придумало очень интересную шизу. Мы вообще шизофреники. Все наши системы, институции, которые существуют, они же в реальном мире не существуют. Государство, нации, вся вот эта история. Банковская система, законы. Это же все у нас в голове. Но из-за того, что мы в это верим, это странно в это верить. Но из-за того, что мы в это верим, оно начинает работать. И с деньгами то же самое. Три тысячи лет назад попробуйте человеку объяснить, что я тебе дам какой-то кусок золота, а ты мне за это дай лошадь. Он скажет, приветики, конфетики. Но если все в это верят, если шиза становится коллективной, то это становится выгодно. То есть, таким образом, нам проще совершать товарно-денежный обмен. И такая система, в которой есть вот эта вот шиза, она будет сильнее, чем бартерная система, в которой этой шизы нет. И вот несколько веков назад у нас возникли деньги из воздуха, которых нет. Сейчас чаще всего это различные там сторонники теории заговора рассказывают какую-то очень страшную, ужасную вещь. Вот система с частичным резервированием, когда условный банк, у него там есть тысяча монет, а он выпускает на 10 тысяч монет кредитов, да, облигаций и раздает им людям. Что это такое? Это деньги из воздуха, которых не существует. И все говорят, вот это плохо, они обогащаются. Это, ребят, неплохо. Если бы это было плохо, то у нас не было бы такого скачка развития цивилизации за последние несколько веков. Это мега классно. Это очень странная шиза, до которой нужно было постепенно дойти. От бартера сначала поверить в систему денег, а потом в систему расписок, а потом поверить, что деньги вообще могут быть ничем не обеспечены и вообще от всего их отвязать, потому что эта шиза дает возможность формировать веру в будущее, которая дает ему возможность строить такое будущее, которое мы захотим. Потому что когда чувак имеет 100 монет, а выпускает на тысячу, и это деньги, реально их можно использовать, эта система частичного резервирования, она сейчас работает. То есть, если бы все ломанутся сейчас в банки, возвращать свои обязательства, вытащить все деньги из банков, то эта система сложится, потому что все банки, если к ним применять такие же правила, как к обычной компании, они все банкроты. Так и должно быть, потому что они создают деньги из воздуха, они раздают деньги, которых не существует. Это нужно для того, чтобы вы получили кредит и вырвались из вот этой вот замкнутой системы, потому что благодаря кредиту вы можете построить нечто, и потом экономика растет, и денег становится в системе больше, чем было из-за того, что вы построили нечто, и вы потом можете вернуть кредит. То есть, это вопрос веры. Вам дают деньги, потому что верят, что сейчас этих денег нет в системе, но потом вы сможете вернуть эти деньги, потому что система вырастет, денег будет больше. Это вопрос веры. И тот, кто верит в эту шизу, он может себе позволить делать новые фабрики, новые заводы, новые предприятия и сдвинуть вот этот вот замерзший клубок, который был там веками, когда одно и то же население, одно и то же потребление, один и тот же спрос. Но если мы дадим денег, то кто-то может найти деньги, построить новый завод и сделать больше товаров, а кто-то может найти деньги, пойти и потребить избыточно эти товары. И вот тут начинается очень интересная вещь, потому что с одной стороны, построить это, конечно, созидательно, это хорошо, но вот кто потребляет избыточно, это хорошо или плохо? Этот сюжет называется «Мир бройлера», потому что бройлеров на птицеферме выращивают исключительно ради мяса, то есть он живет не ради своей жизни, он живет ради того, чтобы мы потом его сожрали и получили 2 грамма на килограмм веса протеина, понимаете? То есть он живет не для себя, он потребляет еду не для себя, он постоянно потребляет бройлер на ферме для того, чтобы у него было больше мяса, он нужен ферме, он нужен экономике, потому что его тушу потом продадут. То же самое происходит со всей нашей цивилизацией на данный момент. Мы цивилизация избыточных потребителей, мы меняем телефоны каждый год, машины раз 3 года, одежду каждые несколько месяцев, нам не нужен телефон, у нас есть телефон, но мы меняем. Почему? Потому что ферма нам внушает, что мы должны это делать. А какой вообще во всем этом смысл? Для того, чтобы бизнесы работали, чтобы были инвестиции, должен быть спрос. Для того, чтобы был спрос, должно быть потребление. То есть мы должны быть все долбанные потребители для того, чтобы эта система проворачивалась и для того, чтобы экономика росла. Если экономика не будет расти, не будет избыточных денег, никто не будет вкладывать, не будет технологий, не будет новых телефонов, не будет полета в космос, не будет новой медицины, не будет искусственного интеллекта. Это все возможно, когда есть спрос, а спрос возможен, когда есть постоянное избыточное потребление. Если бы вы пользовались постоянно одним и тем же телефоном, новые телефоны не появлялись бы каждые несколько лет. То же самое с машинами, то же самое с одеждой, со всем чем угодно. То есть наша цивилизация – это цивилизация избыточных потребителей. Нам это нахрен не нужно, но модели работают таким образом, что пока ты потребляешь, экономика растет. Пока экономика растет, цивилизация развивается, появляются новые технологии, и наш уровень жизни существенно выше, чем тот уровень жизни, который был 20 лет назад, 50 лет назад, 100 лет назад. К чему я все это вам рассказываю? К тому, чтобы вы понимали, на какой ферме вы находитесь. И к тому, чтобы вы не ставили интересы фермы как свои собственные. Потому что если это будет так, значит вы будете как тот бройлер на ферме. То есть вас будут просто использовать, и ваша жизнь не будет особо счастливой, вы не будете ей довольны. Нужно понимать, как это работает. Это работает через избыточное потребление. Это обязательное условие существования той системы, в которой мы находимся. Тут, кстати, тоже есть очень много вопросиков, потому что планирую сделать, кстати, сюжет о том, что у нас депопуляция идет. То есть у нас человечество прошло пик своей рождаемости, и оно будет сокращаться, вымирать, грубо говоря. Так вот, если у вас количество потребителей сокращается, людей, которые создавали спрос, то, соответственно, у вас в системе будет чем меньше спрос, тем меньше денег, и тем меньше будет мотивации давать кредиты и вкладывать инвестиции в что-либо. То есть, по идее, если нет постоянного роста потребителей, постоянного роста спроса, у нас развитие цивилизации должно остановиться и замереть, как минимум. А тут у нас еще искусственный интеллект, которым хотят заменить работников. А ведь ваша трата – это чей-то доход. Соответственно, если искусственный интеллект вместо вас выполняет работу, значит вы остались без работы, у вас нет денег, вы не можете их потратить, чтобы тот, кто с помощью искусственного интеллекта что-то производит, чтобы он заработал. Это сильный, мощный вызов. То есть, вот эта наша система такая наркотическая, где кредит является стероидом, а избыточное потребление является едой для корма, для роста экономики, вот эта система, она, по идее, скоро должна так либо иначе закончиться, либо через технологии искусственный интеллект, либо через сокращение населения. И тогда мы окажемся в совершенно другом мире, к которому мы совершенно не готовы, потому что мы несколько веков жили в постоянно растущем пироге, и пирог перестанет расти, и новые технологии не будут появляться. И что и как там будет дальше, вообще непонятно. Система, в которой нет кредитования, система, которая окажется как 300-400 лет назад средневековая Европа, где одно и то же потребление, нету роста, и все стагнирует. И при всем при этом еще сокращается население. Возможно, сделаю про это сюжет. Сейчас я хочу подвести к тому, что мы живем в системе избыточного потребления. Это неплохо, нехорошо, просто система так стабилизировалась. Система, в которой есть избыточное потребление, быстрее растет. Вот мы живем в такой системе, поэтому мы часто меняем телефоны, машины, шмот, то, что не было характерно там в средние века. Для нас это характерно, это дает избыточный спрос, потребление дает избыточный спрос, соответственно, чуваки могут инвестировать в новые технологии, в развитие, в искусственный интеллект, ракеты, переезд на Марс и все такое прочее. Это возможно за счет избыточного потребления. Но, если вы понимаете, как это работает, вы можете это использовать. То есть вы можете быть либо, вы в любом случае будете частью системы. Но, если вы понимаете, как это работает, вы можете эту систему обгонять, опережать, использовать. То есть не ныть, что эта система у вас ломает, вам тяжело, вам плохо, вы не можете себе купить новый телефончик и вообще у кого-то там так, а у вас не так и все. Если вы понимаете, как это работает, вы можете это использовать. Как это можно использовать? Ну, мы понимаем, что раз система в ней постоянно впрыскивает в нее необеспеченные деньги, деньги из воздуха, для того, чтобы эти деньги потратить на будущего, которого нет, и в этом будущем, чтобы эти деньги возникли, чтобы выплатить этот кредит дальше. Это значит, что эта система будет постоянной инфляционной модели. То есть деньги постоянно обесцениваются. Что это значит? Это значит, что в деньгах вы никогда не сохраните стоимость, и никогда это не надо делать в деньгах. Никогда. Да, деньги всегда будут обесцениваться из-за инфляции, деньги будут всегда обесцениваться, потому что государству выгоднее напечатать больше, чем есть, для того, чтобы закрыть какие-то свои косяки, и за все это будете платить вы. То есть вот первая рекомендация, в деньгах никогда не хранить. В чем хранить? Вне деньгах. То есть активы, то, что приносит деньги компании, акции, облигации, недвижимость, все, что генерирует какой-то доход, все, что не привязано к бумаге, это всегда будет дорожать. Просто в силу того, что это находится такая заморозка, которая существует в инфляционной системе. Деньги дешевеют, все эти штуки автоматом будут дорожать. И чем больше, ну вот, допустим, если смотрим на ФРС, помните, как в ковид, 3 триллиона напечатали, все сразу очень сильно подросло. Акции, ценные бумаги подросли, недвижимость подросла, даже криптоварюты очень тогда совпало, тоже подросло. То есть чем больше в системе печатается необеспеченных денег, тем дороже все остальные активы становятся. Поэтому в деньгах вы не храните, а старайтесь покупать какие-то активы. Вот вам две рекомендации. Третья рекомендация. Избегайте избыточного потребления. То есть избыточное потребление на птицеферме, оно существует для того, чтобы эти бролеры жрали, жрали бесконечно, чтобы их туша росла, чтобы экономика птицефермы росла. Но это не ваш интерес, это интерес владельца птицефермы. А вы понимаете, что если вы будете прикручивать свое потребление, не надо говорить, чтобы все это делали, пусть все это как раз-то потребляют. Но они потребляют, а вы свое потребление прикручиваете, и вы создаете разницу тем самым. Вы не купили себе в этом году телефон, вы создали разницу, на которую вы можете купить какой-то актив, который будет вам приносить деньги. То есть в деньгах не храним, покупаем активы, избыточное потребление прикручиваем. И не носимся с вот этой вот идеей, когда все вокруг на понтах, всем нужен новый шмот, новый телефон, новая тачка. Это та модель, которая рассчитана на большинство, бедное большинство. Если вы хотите быть богатым, то вы должны делать противоположные вещи. В этой идеологии есть две категории бройлеров. Есть бройлеры, которые жрут, жрут постоянно избыточно, и даже берут кредиты, чтобы потреблять. Это вот таких вот большинство. И есть маленькая часть таких бройлеров, которые не потребляют кредиты вообще, а часто еще берут кредиты для того, чтобы покупать активы, которые всегда дорожают. То есть кто-то избыточно потребляет, а кто-то дает им возможность потреблять на свои деньги. Вот и вся разница. И только вам решать, в каком лагере вы хотите оказаться. Вы хотите оказаться среди большинства вот этих вот куриц, которые там привязаны, знаете, как на птицеферме. Их вот привязывают, они там вот стоят вот в узких своих вольерах, их там избыточно пичкают едой. И вот они там на конвейере, они только жрут, живут, жрут, жрут избыточно. В них пихают еду, чтобы они быстрее росли. Потом их используют на мясо. Вот это вот избыточное потребление для роста глобальной экономики. И вот большинство людей являются такими бройлерами. А есть те, кто понимают, как это работает и используют. То есть они избыточно не потребляют, они наоборот этим чувакам за свои деньги в долг дают потреблять. И получают свободу, безопасность, здоровье, нормальную психику, находясь не в этой системе, а в другой системе немножко сбоку. Чего, собственно говоря, и я вам желаю. Вот такая вот сегодня небольшая лекция, которую я решил провести совершенно без подготовки. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья!